Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада, что вы ко мне заглянули. В этом видео я хочу показать вам свои лаки для ногтей. Не сказать, что у меня их очень много, но некоторое количество. Хотя, в принципе, знаете, все вообще в сравнении. Познается, я знаю, что у некоторых людей всего 3-4 лака. Это тоже, кстати, классно. Ну, у кого-то очень-очень много, у меня, наверное, надо сказать, среднее количество. Поэтому, у кого коллекция огромная, для того моя коллекция покажется очень маленькой. Но у кого 3-4 лака, соответственно, окажется, что это очень много. Я храню свои лаки вот в такой вот коробочке. Я для себя определила, что вот пусть мои лаки ограничатся этой коробочкой. То есть, я сейчас собрала все оттенки, которые мне нужны, которые наиболее нравятся. Купила все, что хотела, и теперь вот буду пользоваться. И по мере того, как будет что-то заканчиваться, и нравятся какие-то оттенки, буду их приобретать. Сейчас я коробочку отставлю в сторону и приступим. Хочу сказать, что каких-то дорогих лаков у меня нет. Они у меня самые такие обычные, из магазина Fixed Price, Avon, Reflame, Fomerlic. В основном как-то так. Давайте начнем с моих самых любимых лаков из магазина Fixed Price. Это лаки Jean Michel. Преимущественно они очень хорошо наносятся. Есть, конечно, оттенки не очень удачные, которые полосят, но в основном они хорошие. Стойкость зависит от состояния ногтей. И мне нравится у них кисточка. Вот я единственное, что, по-моему, у Марины Семенкиной, вроде бы, у нее, если смотришь, привет тебе. Я подсмотрела идею, когда можно не на ромашке показывать лаки и для себя что-то оставлять, а в блокнотике. Но, честно скажу, я не довела это пока дело до конца и думала, что сниму видео, когда у меня этот блокнот будет заполнен уже со всеми имеющимися лаками. Но пока я так не сделала, в общем, просто пробегусь по своей коллекции. Во-первых, это вот такой лак Jean Michel. Он такой, ну, оттенок красного, наверное. Здесь у них нет номеров, поэтому я вот так вот нарисовала себе просто от одного и далее номера. И в тетрадочку потом все это залисовываю. Мне нравится кисточка. Во-первых, довольно-таки удобная ручка. Вот, держать удобно. И сама кисточка. Она небольшая и она немаленькая. И она, не знаю, она настолько удобная, что даже такому рукожопому человеку, как я, довольно-таки легко наносить лак и не заходить за края. И вот этот оттенок очень хороший. Также вот есть серый оттенок вот такой вот. Он под металлик. Тоже идеально ложится. У него идеальное такое покрытие. Белый оттенок. Ну, белый оттенок ложится плохо, полосит. Но я вообще еще ни разу не видела лака белого, который бы ложился хорошо. Наверное, они есть, но мне не попадались. Я пользуюсь белым лаком в основном или для того, чтобы сверху наклеить слайдеры, или когда делаю вот этот френч, как он там называется. Для этих целей подходит. Фиолетовый оттенок. Мне очень нравятся подобные лаки. Но он наносится средний. В принципе, без проблем. Особенно, если не на свои ногти, как у меня. Поэтому вообще не проблемка. Оранжевый. Оранжевый, конечно, очень красивый оттенок. Но ложится на свои ногти немного не очень хорошо. Так полосит слегка. Но она уже как бы искусственная. Ложится отлично. Самый классный оттенок, это, конечно, для меня вот такой коралловый. Он обалденный, ну, обалденно смотрится. Классно ложится на ногти. Я довольна. Еще оттенок вот такой с мелкими блестками. Не знаю, это как сказать. Светло-коричневый, темно-розовый. Не знаю, как правильно называется. Но очень-очень красиво смотрится. Не вульгарно. Далее под металлик у меня такой вот голубой оттенок, если можно так сказать. Тоже идеально наносится. Еще у меня голубой лак. Ну, он так, средний наносится. И неплохо, и не идеально. Один из моих любимых лаков. Серый, с блестками. Очень хорошо наносится, быстро сохнет. Смотрится очень красиво. Далее. Вот такой лак. Он мне не нравится. Я сначала думала, когда там был полный флакончик, что он коричневый. На деле он уходит в красноту. И он такой прозрачный. То есть нужно наносить несколько слоев. И в итоге по-любому и цвет мне нравится, и как выглядит мне нравится. С мелкими блестками у меня есть еще вот такой зеленый оттенок. Да, это именно вот здесь такие. Вот я просто почему взяла еще этот лак сравнить. Ну, по-моему, они все-таки из одной вот такой серии. Здесь вроде бы как бы блесток побольше, но мне кажется, что это все-таки больше металлик. Так, еще у меня есть розовый лак от Jeanne Michelle. Он ложится, скажем так, средне. Но мне не нравится то, что здесь перламутр. Я люблю розовые оттенки, причем вот такие нежные. Но перламутр на моей коже, она у меня довольно тонкая, светлая и склонная к покраснению при перемене температуры. Поэтому выглядит немножечко грязновато. Еще у меня есть, но в другой коробочке от Jeanne Michelle прозрачный лак. Я его в уходе как бы храню, потому что использую для других целей. Давайте дальше пройдемся по лакам от Avon. Их у меня немного, я ими недовольна. Вот в таких вот у меня упаковочках лаки. Divine Lime. Это самый, на мой взгляд, отвратный лак. Я его брала под свою ветровку. Мне нравится такой оттенок. Здесь мелкие блестки. В общем, сохнет плохо, ложится плохо. Даже в один слой сохнет ужасно долго. Наносится тоже отвратительно. Крышечка вот эта вот соскакивает, кисточка остается там. В общем, нет у меня больше желания из этой серии что-либо покупать. Но тогда я делала первый заказ и не знала про это ничего. Следующий оттенок это Vintage Boutique. Вот такой вот коричневый мама брала. Тоже самое, плохо ложится. Не так уж красиво смотрится, как это все было в каталоге. Поэтому тоже пользуемся редко. Последний лак из этой серии Barre Levee, как-то так называется. Он довольно-таки нежно выглядит, красиво. Наносится плохо. И мне нравится только когда, если там может быть френч, что-то такое делать. Но в целом мы остались недовольны. Еще у меня от Avon есть из серии Color Trend. Лак серый. Красивый оттенок. Но неудобная кисточка. Носится он недолго. Даже если это не свои ногти, все равно он держится недолго. Наносится плохо. Отвратительно. Есть у меня лак от Faberlic из серии Secret Story. Хороший оттенок. Долго. Ну вот он такой бордовый. С небольшими такими мелкими блесточками. Здесь очень широкая кисточка. На, например, большой палец, да, наносить очень легко. Но, например, на мизинец я уже не могу это наносить. Сам по себе лак хороший. Он стойкий, он хорошо смотрится и хорошо ложится. Поэтому, наверное, из этой серии буду брать лаки. Один лак есть у меня от Reflame. Но я его уже очень давно покупала. Long Peer. 7 мл. Оттенок. Сейчас, если я найду. Ну, наверное, не найду. Не буду тратить ваше время. Вот такой вот лак. Он очень классный. Он, кажется, при нанесении, по крайней мере, сейчас густоватым. Таким, знаете, кремовым. Но очень классно смотрится на ногтях. И, что мне нравится, довольно-таки долго держится. Прошу прощения за звуки. У нас, видимо, сейчас или траву косит, или что-то пилит в очередной раз. Такая вот кисточка. Ну, он уже подсыхает. То есть, вот я еще последний раз им воспользуюсь и, наверное, буду выбрасывать. От Jeanne-Michelle у меня есть вот еще вот такие блесточки. В чистом виде их наносить не получится, потому что будет просто одна прозрачная основа. Но когда наносишь на какой-то лак, то вот эти блестки очень хорошо и ярко смотрятся. Конечно, это такой вечерний вариант. Я люблю наносить, например, на чисто зеленый лак. Получается красиво. И еще у меня есть вот такие же синие. Тоже нравится. Конечно, снимать такое очень потом сложно. Так, от Pink Up. От Pink Up у меня есть два оттенка. Пока что два я покупала по распродаже. Во-первых, это 19-й оттенок. Здесь объем 15 мл. Хороший лак, очень насыщенный оттенок, хорошо ложится на ногти. Удобная прорезиненная ручка у кисточки. Сама кисточка вот, но она такая небольшая. Мне нравится. Я этим лаком довольна. Кстати, покупала прям по очень бюджетной цене в подружке была распродажа. Поэтому вообще отличный вариант. И второй оттенок синий. Он также красиво смотрится на ногтях. Это 30-й оттенок. В общем, хорошие лаки. Вполне себе хорошие. И я слышала, по-моему, Светланы 83, она охвалила. Вроде говорила, что даже состав хороший. Еще от Жан-Мишель забыла показать. Желтый лак, он так же, как и оранжевый. Конечно, смотрится красиво, но полосит. К сожалению. Есть у меня два лака от Шате Нуар. Я не знаю, как бы бюджетная марка, не бюджетная. Скорее всего, бюджетная. У меня есть третий оттенок. Давно он у меня уже. Но маме нравится, судя по тому, что она им все-таки пользуется. Кисточка также очень удобная. Держать ее в руке удобно. Сама по себе она самая-самая обычная. Этот вот уже давно у нас. Так что будем доиспользуем и выбросим. И совершенно недавно я купила тоже лак Шате Нуар. В 128 оттенке. Вот такой вот металлик. Очень красивый оттенок. Сейчас я тоже его открою, покажу. Мне он понравился в нанесении. И как он смотрится на ногтях. Вот такой. То есть вот к этим лакам у меня претензий нет. Я про эту марку абсолютно ничего не знаю. Но как-то так. Удалось мне по распродаже купить два лака Дэнс Легенд. Но честно не знаю. У меня... Я знаю, что эти лаки довольно-таки дорогие. Я покупала в магазинчике, где все продается для маникюра, педикюра и так далее. Там очень много разных марок. Честно сказать, я не знаю, подделка это или настоящий Дэнс Легенд. Просто уж скидка была очень большая. У них есть такая коробочка. И там они складывают лаки, которые продают вот прям за копейки. За 35 рублей или за 50. Дэнс Легенд у них шли за 50 рублей. Вот такой вот лак. Поэтому не знаю, подделка не подделка. Оттенок здесь 38. Сияющая радуга. В принципе, для дорогих лаков, а вроде бы я слышала, что они прилично стоят на самом деле, упаковка у них слишком дешевая. Поэтому, кто знает, может это и подделка. Ну, мне, в общем, без разницы. Мне понравился оттенок. Такой вот золотой. Камера, в принципе, передает в данном случае правильно. Освещение у меня искусственное. Здесь такие мелкие-мелкие блестки. Меня это полностью устроило. И второй лак Дэнс Легенд также за 50 рублей. Это 6,5 мл. Здесь оттенок 52, сияние. Ну, здесь уже все-таки упаковка более приличная. Ну, просто это действительно вот это, понимаете, сочетание. Прям какая-то дешевка. Но лак хороший. И здесь вот оттенок тоже очень красивый. Прям мелкие-мелкие блестки. Прям... Ну, то есть, по факту, вот это можно блестками назвать. А здесь прям совсем слегка такое сияние. Так. Кисточка. Надеюсь, все это будет видно как-то. Вот. Ложится хорошо. Смотрится тоже очень красиво. Мне нравится. С удовольствием иногда пользуюсь. Следующее, что хочу показать. Есть у меня лаки Найс. С 3D-кисточкой с гель-эффектом. У меня было три лака. Красный закончился. Он мне больше всех нравился. Он прям долго сохранял вот этот вот блеск. Прям ложился классно. Второй лак у меня... Ну, здесь не написаны вроде бы оттенки. 7 мл. Вот такой вот фиолетовый. Он уже ложился чуть похуже. Блеска дает поменьше. То есть, выглядит как самый-самый обычный лак. Кисточка. Ну, здесь написано 3D. Я не знаю. Вот она такая вот. Давайте покажу. Самая, вроде бы, обычная кисточка. Но она не плоская. Да, наверное. Поэтому 3D, возможно. Ну, в любом случае буду пользоваться. Он не самый плохой. И совершенно недавно тоже купила еще один лак. Такой зеленый оттенок. Опять же, не знаю, где здесь, может быть, номер какой-то написан. Тоже без УФ лампы. Такой вот зеленый. Не совсем в восторге от того, как он ложится. Но бывают лаки гораздо хуже. Откровенно, он точно не полосит. Далее покажу лак Риммел. Нет, Риммелан. 11 мл. Это покупала мама. Ей нравятся коричневые оттенки. Но судя по тому, что баночка почти полная, то она не очень довольна. Кисточка самая-самая обыкновенная. Поэтому стоит. Покупала я фикс прайс 3 лака Беттерфляй. Но они не самые лучшие. Правда, они для рисования на ногтях. Хотя я не знаю, как вообще можно такой кисточкой что-то рисовать. Но, с другой стороны, профессионал нарисует чем угодно. А я рисовать не умею. Поэтому ни на ногтях не так. Я их брала для другого. Мне изначально, вообще, я даже не додумала, что это для рисования. Вот такая тоненькая кисточка. Я просто думала, что это лак. Я повелась на оттенки. Во-первых, вот такой вот классный фиолетовый оттенок. Второй, такой вот королевский синий, наверное, правильнее сказать. Может быть. И голубой. Они между собой все очень хорошо сочетаются. Я, в принципе, брала для марморирования. Потому что лаки жидкие и, по идее, должны подходить. Но что-то у меня особо ничего не получилось. Еще у меня для рисования есть из магазина FixPrice лак. Очень он у меня давно в коллекции. Вот такой. Многие видели его на Алиэкспресс. То есть здесь обычная кисточка. Если он у меня откроется. Да, откроется. Тоже она довольно-таки тоненькая. Вот такая вот. Помимо кисточки здесь есть еще вот такой наконечник. И чтобы прочистить этот наконечник, здесь еще есть вот такая вот иголочка. В улыбке радуги покупала лак Evelyn Classic Colors. Вот такой вот. Не знаю, зачем брала на распродаже. Он тоже розовый. Но с мелким... Ну, в общем, с перламутром даже, наверное, проще сказать. Наверное, здесь тоже скорее перламутр. Грязновато на моих руках смотрится. Я не очень довольна. Еще у меня есть Classic Mini 6 мл. Вот такой черный лак. Кстати, хорошо ложится. Хорошо смотрится. Очень ярко. Знаете, как бы не мутнеет. Кисточка здесь средняя. Скорее, вот можно ее назвать средней кисточкой. Еще лак у меня есть. Зеленый. Я очень хочу какой-нибудь красивый оттенок. Пока не подберу. Называется Cool Beauty 8, по-моему, миллилитров. Вот такой вот зеленый. Ну, довольно ярко смотрится. В принципе, я люблю такие оттенки. Но зеленый хотелось бы какой-то другой. Ложится он довольно средне. Думаю, на свои ногти будет полосить. Но, скажем так, на искусственные ногти он ложится более-менее прилично. В принципе, я люблю такие миниатюрки. Еще у меня есть от Lavely. Ой, от Lavely. Прошу прощения, что я сегодня все коверкаю. 6 мл. Вот такая прелесть. Или в подружке, или в улыбке радуги я брала. Скорее в улыбке радуги. В Питере. Кисточка такая небольшая. Довольно удобная. Лак прям вот ярко-ярко смотрится. Прям вот блестит так красиво. Есть у меня 3, по-моему, лака. От Ифраше миниатюрки. Давно покупала. Так. По 3 мл. Отвратительные лаки. Оттенки мне, конечно, нравятся. Вот. Но они не держатся и одного дня. Они даже не облупляются, а просто стираются. Так, как будто, я не знаю, карандашом или фломастером нарисовала. Кисточки совсем маленькие, неудобные. То есть, изначально, когда их наносишь, в первый момент очень красиво и ярко. Но, повторюсь, они не держатся. Вот еще такой оттенок. Может быть, здесь есть название. Вот. Это коллекция лета 2014. Вот эта роза Грасса мне очень понравилась. Еще алый Парусан. Вот такой вот цвет. И лиловая Гроза. Повторюсь, цвета хорошие, но лак нестойкий. Есть у меня от Жан Мишель еще очень красивый оттенок. Вот такой вот с прорезиненной кисточкой. Это очень удобно. Сама кисточка. Ну, вот она средняя, даже ближе к широкой. Но все-таки, скорее, средняя. На свои ногти он ложится не очень хорошо, полосит. Нужно наносить в два слоя. Но на искусственные ногти ложится очень классно. Далее. Еще у меня есть лаки совсем такие маленькие. Тоже, наверное, да, по 3 или по 5 миллилитров. Селен. Мисс Селен называется. Подарила мне их моя ученица. Она мне подарила их много. Но у меня их осталось сейчас 6 штук. Давайте я вам их покажу. Во-первых, вот оттенок 248. Такие лаки продавались в переходе на пролетарской. Стоили, по-моему, 30 рублей. И они очень качественные на самом деле. Очень долго держатся. Но вот такой оттенок, он опять же розовый, но немножко галиноватый. На моих руках мне не нравится, как смотрится. Зато понравился мне оттенок 142. Вот такой вот яркий. Обожаю такие оттенки. Еще 252 оттенок. Да, здесь 5 миллилитров. Очень нравится, хоть и с перламутром. Вернее, с очень мелкими блестками. 119 оттенок. Красивый. Еще нравится 251 вот такой вот оттенок. И хороший 106 оттенок. То есть она мне как раз покупала. Мы с ней говорили, что мне нравятся красные и розовые лаки. Она мне их просто надарила целую кучу. Ну и еще остались у меня лаки от Фаберлик, которые с разными эффектами. Начну я с любимого лака Денигал, который у меня сейчас на ногтях. Это вот такая как шерстка выглядит. То есть здесь такие блестки длинные, но на самом деле выглядит как шерсть. Сейчас это у меня второй флакончик. Первый уже закончился. Расход здесь большой. Наносится лак с проблемами. То есть нужно брать лака очень много на кисточку и быстро-быстро его разносить. Если только задумались, то он начинает как бы плешивить, причем не полосить, а именно плешивить и быстро засыхать. И вообще он довольно-таки густой, поэтому объем здесь совершенно небольшой. Я не знаю, сколько здесь миллилитров, но очень мало. Артикул 72-64 и хватает ненадолго. Вот этот доиспользую, брать, конечно, больше не буду, потому что с ним мучиться неохота. Но из всего, из всей серии мне он понравился больше всех. Далее лак 74-51. То ли халва, то ли еще как-то назывался. Не знаю. Вот такой вот. Он ложится плохо, выглядит некрасиво. Далее. Еще такой вот какой-то бежевый оттенок. Артикул 74-48. Давайте покажу кисточку, кто не видел. Да, она самая такая вот обычная, средняя. Тоже долго сохнут эти лаки. Довольно густые, неэкономичные. Есть еще 74-53 вот с такими белыми частичками. Стирается лак плохо. Повторять не буду. 74-52 тоже вот с такими белыми частичками. Опять же, то же самое. Долго сохнет. Далее небо в алмазах 74-60. Этот можно... Здесь такие крупные блестки смываются сложно. Наносится тоже не очень легко. Но можно наносить просто на ногти, без какой-то там основы другого цвета. Совершенно спокойно. Из серии Eye to Eye у меня есть лак. Вот такой синий. Он выглядит немного грязноватым. Но в целом, кстати, неплох. Маме нравится оттенок 72-63 с мелкими блестками. Также маме нравится 73-84. Мне, в общем, также нравится. Вот такой вот. И еще 73-85. То есть у них такая небольшая разница. Так, может, подальше покажу. Эти хорошо наносятся, но сохнут долго. И последний. Вот уже скоро буду выбрасывать. Я его немножко разлила. Розовый оттенок 74-49. Красивый оттенок, но тоже сохнет долго. Ложится не очень хорошо. Вот это были все мои лаки. Сейчас немножко пройдусь по уходу. По уходу за ногтями. Ну, во-первых, покажу вот в такой вот фикс-прайсевской упаковке у меня сейчас жидкость. Для снятия лака дамский пальчик. Ну, еще у меня есть жидкость. Точнее, у меня сейчас закончилась. Скоро приобрету еще один флакончик, который смывает с ногтей клей. Далее есть у меня джан-мишель. Вот такой прозрачный лак. Я его наношу под искусственные ногти. Для дезинфекции использую вот такой вот протект из магазина фикс-прайс. Опять же, перед нанесением искусственных ногтей. Когда я использую яркие оттенки, то, чтобы не заходить за края, вот использую от Pink Up такой вот Defender. Довольно-таки удобное спектро. Хотя, знаете, для таких рукожопых, как я, и накосячить это не проблема. То есть, если лаком я могу задеть сюда, то Defender я на ноготь могу заехать. Поэтому, в принципе, все видно. Есть у меня брусочек от Faberlic. И очень он мне нравится, который подпиливает, выравнивает, разглаживает и придает блеск. Очень хороший, и он реально качественный. Отличается от многих других. Еще у меня есть активатор роста ногтей от Fito Cosmetics с очень хорошим составом. До этого у меня была маска. Она мне, кстати, нравилась больше. Хороший состав, приятный запах. В принципе, неплохо работает. Еще у меня есть удалитель Кутикула Звездный Дождь из магазина Ашан. Ну, кстати говоря, неплохо справляется со своей задачей. Еще от Звездного Дождя у меня есть восстанавливающий комплекс, который потрясающе работает. И когда я снимаю вот эти ногти, я несколько дней пользуюсь данным средством и мне помогает. От Богема, только не путайте с производителем Богемия, у меня есть клей для ногтей, который я считаю самый классный, самый лучший. Вот такой вот. Для искусственных ногтей пилочка OPI 100 на 100. Разбавитель Classic. Очень хороший разбавитель. Покупала в магнит-коснете. Так, ну, конечно же, несколько ромашек со всякими оттенками. Вот эти вот всякие штучки тоже имеются. Осталось совсем немножко сушки от EVON. В принципе, она нормальная. От Фаберлик есть сушка вот такая вот. А у меня еще одна в запасе имеется. От Фаберлик серия ProRookie. Это 21,7,7 артикул. Увлажняющий крем вот такой для кутикулы. Работает отлично. От... Даже не знаю, как называется эта марка. Такие вот салфетки для снятия макияжа. Они довольно-таки жирные. Не очень их люблю. Фикс Прайс покупала вот такую вот штуку для корректировки маникюра, но не пользуюсь ей. Еще одна штучка для ног. Так. Ну, я вот еще такую вот использую каждый день для дезинфекции. Это тоже все, что мне необходимо. Далее, для снятия клея с ногтей, конечно же, использую еще вот эти вот штучки на пальцы. Типсы я также использую в основном богини. Вот такие. Больше всего мне нравятся вот эти вот Love Active. Но есть еще у меня и другие варианты, разные формы. Далее. Слайдеры для ногтей вот такие вот разнообразные. Вот. Пользуюсь ими редко, но тем не менее. В Фикс Прайс покупала вот такие штучки. Мне они не понравились. Также вот эти вот всякие трафаретики имеются. И еще слайдеры. В общем, это все, что я хотела вам показать. Если я вам была полезна, может быть, вам видео понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока. Совсем правда забыла сказать, что, конечно же, у меня есть еще всякие маленькие там пилочки для своих ногтей. И, конечно же, маникюрный набор электрический. Ну, без него никуда. Просто уже не стала показывать, так как у меня тут не под боком. Но в любом случае. Просто а то так может показаться, что, скажем так, каких-то основных таких вещей, как именно пилочки для своих ногтей и прочего, нет. На самом деле, конечно же, все у меня есть. Вот. Теперь точно буду заканчивать видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok